шалон драгоценные знатоки и любители шахмат с вами я не мастер фиде сергей бучин сегодня мы с вами продолжаем разбор шахматных дебютов и это четвертый выпуск посвященный итальянской партии устраивайтесь поудобнее пробейте палец вверх но мы начинаем как вы уже знаете итальянская партия начинается с ходов е4 е5 кони в 3 конь c6 слон c4 слон c5 и здесь может последовать следующее продолжение белые играют c3 с идеей задвинут на d4 далее кони в 6 и d4 взяли-взяли и слон b4 шах если же слон отходит на b6 то последует темповая d5 на отход конем на опять последует слон d3 с угрозой выигрыша коня поэтому черный отвечает c5 но тогда d6 и из игры выведены две легкие фигуры черных она отход конем на е7 последует еще один темповый врыв на е5 конь g4 угроза вилки но эту угрозу белые игнорируют задвигают дальше на d6 и на конь бьет f2 ферч встает на b3 создавая контру угрозу взятия пешки на f7 если черные соблазняются забрать качество то белый слон пробивает на f7 король f8 и слон g5 с абсолютно выигранной позиции вернемся к положению в партии здесь белый конь встает на c3 этот ход требует от черных точной игры однако вместо хода конь c3 белые могли бы сыграть слон d2 следует размен и здесь у черных есть два основных продолжения d5 подрыв центра взяли взяли и ферзь b3 усилить давление на коня вилка конем на опять не дает черным ничего поскольку белый ферзь шахом встает на 4 с угрозой выигрыша коня поэтому черные вынуждены будут вернуться поэтому конь c на е7 подкрепили коня два нуля два нуля владеев на е1 c6 а4 захват пространства ферзь b6 предлагая размен и ферзь а3 усиливает давление на е7 и точный ответ слон е6 с обоюдно равными шансами также вместо d5 черные могли бы сыграть и конь бьет на е4 и белым здесь следует играть не ответным взятием из-за встречного d5 а наоборот самим темпово задвинуть на d5 и после размены черный конь отправиться на е7 и здесь d6 захватываем максимум пространства вернемся к положению в парке здесь уже ход d5 сомнительный поскольку на d5 последует череда разменов и белые просто делают рокировку у черных подвязают конь и разменная операция на c3 невыгодна поэтому слон е6 подкрепляя коня и g5 с небольшим позиционным перевесом у белых также после хода конь c3 могло последовать и взятие на е4 пользуя связкой но в таком случае белые делают рокировку а черные берут коня слоном и в этом положении белые задвигают на d5 пользуясь тем что король черных еще не рокирован предварительно захватывая пространство и одна из легких фигур противника отыгрывается и здесь если черные отойдут конем на е5 соблазнившись от ведра еще и белого слона то в скором времени могут и проиграть партию знаменитая атака мюллера в своей красе ссылочку на комбинацию мы оставим в описании а в партии черные отвели своего слона на f6 тогда ладья е1 две фигуры под боем далее конь е7 и отыгрывается фигура последовало d6 и g5 предлагая размен взяли-взяли и два нуля возникшей непростой позиции белые могут пожертвовать коня на h7 грозит ферзь h5 ладья h4 где-то виднеются матовые угрозы и поэтому черным чтобы избежать риска можно сыграть слон f5 ссылкой на ладью и коня ладья h4 не дает преимущества белым поскольку последует ладья е8 ферзь h5 и конь g6 двойное нападение на ладью единственное поле для отступления это d4 но тогда солнце 2 и положение равное также после слона f5 могло последовать и ладья бьет на е7 взяли-взяли и ладья бьет на f8 и положение обоюдно равное поэтому в партии после конца 3 последовало два нуля далее е5 захватывая пространство конь е4 нападая на коня с угрозой выиграть ладью до нуля взятие конем на c3 также могло последовать и взять и слоном и после размена черные ответили бы d5 с нападением на слона далее последовал размен на c3 и в результате этого размена черные нападают на ладью противника но в то же время белые создают опасные угрозы для черных в этом положении белые могут сыграть слон g5 с темпом задвинуть пешку на f6 нельзя она связана и к тому же поле f6 крепко контролируется войском белых поэтому здесь черный либо отводят ферзя либо перекрываются конем на е7 тогда ладья c1 с темпом слон а5 ферзь а4 еще один темповый ход и ладья f на е1 и у белых мощный позиционный перевес но в партии же в этом положении белые играют конь g5 сильным продолжением за черных здесь является d5 с нападением на слона и сильным ответом за белых является взятие на проходе далее может последовать h6 тогда многократный размен на f7 и белый ферзь открывается на b3 с шахом и отыгрывается черный слон и у белых выиграно но если после конь g5 черные соблазняться и возьмут ладью то это для них конечное ферзь h5 грозит мат и на h6 белые многократно пробивают на f7 король отходит на h8 и кажется что черные успешно защитились от матовой атаки но белые выигрывают блестящим ходом слон g5 это два восклицательных знака у черного ферзя нет полей для отступления на взятие слона ферзем мат с поля g8 а на взятие пешки мат с поля h5 таким образом мы рассмотрели с вами четвертую часть разбора итальянской партии на этом мы с вами прощаемся если вам было полезно это видео подпишитесь и пробейте палец вверх